Накануне юные любители техники и электроники, а в особенности роботостроения, приняли участие в традиционном, уже четвертом по счету, фестивале «Робоберск». Число желающих выставить на конкурс свои изделия с каждым разом увеличивается. Всего в открытом турнире приняли участие порядка 50 человек из 28 команд. Самым маленьким инженерам 8 лет, старшим 13. Соревновались ребята, точнее их, роботы в двух категориях – творческой и спортивной. Вторая включала в себя шорт-трек и кегель-ринг. Основной критерий спортивных соревнований – это в шорт-треке время прохождения трассы, в кегель-ринге количество выбитых, правильно выбитых кегель за определенное время. Если говорить о творческой категории, то там целый диапазон, большой набор требований. Это и командная работа, это и качество выполнения, инновационность. Организаторы отмечают отрадно видеть, что в столь юном возрасте ребята так увлечены. Изобретение участников поражает воображение. Для берчанина Антона Коченева эти соревнования, как и для большинства, здесь первые. Признается, работать над роботом было нелегко, без помощи команды здесь не обойтись. Я создал робота для кигеля «Ринга», который выбивает белую кегель. Очень сложно было делать. Сначала нужно было придумать его, потом еще собрать нужно было и запрограммировать. Мне это нравится, все своими руками делать, все эти технологии. Не хочу отставать еще и от жизни, и по профессии будущей мне это очень сильно поможет. Егор Стенин из Новосибирска сконструировал транспортировщик контейнеров. Основным материалом для его робота послужили части популярного детского конструктора. Хотя изначальная идея работы Егора заключалась в другом. Вообще, нам сказали название. Я вообще сначала начинала просто конвейерную ленту, а потом я увидела в интернете фотографию такую. Мне захотелось построить этот проект. Ну вот я его построила. По итогам соревнований в категории шорт-трек весь пьедестал заняли участники из Новосибирска. В кегеле-ринге берская команда «Элвин» разделила первое место с новосибирским кулитом. В творческом конкурсе золото досталось также ребятам из Берска.